Болгария 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 Страна готовилась к первому за последние десятилетия свободным парламентским выборам. За семь последних месяцев произошло много событий. Компартия сама по собственной инициативе отказалась от монополии на власть и провозгласила линию на долгожданное обновление. Поистине судьбоносным для государства оказался день 10 ноября, когда партийный пленум указал Тодору Живкому и послушной ему команде на дверь. С тоталитарным государством, где на протяжении 35 лет за демократию выдавались указания и прихоть вождя, было покончено. Начался демонтаж прежней системы. За короткий срок в маленькой стране создается около 60 партий, организаций, движений. На политической арене появились социал-демократы, националисты, земледельцы, радикалы, христианские демократы, союзы беспартийных, патриотов, экологистов, монархистов, частных собственников, молодежи. Их программы и платформы различны во многом, и только одно почти всех объединяет – антисоциалистическая направленность. Даже новорожденный союз сексуальных проблем поспешил так определить свое политическое кредо. Никакого секса для коммунистов и номенклатуры. Но партия нашла в себе силы выстоять против этой мощной враждебной волны. После весеннего референдума она получила новое название – Болгарская социалистическая партия. Это не было поспешной сменой вывески. У нее отныне была новая программа. Социалисты предлагали народу свой выбор развития в будущем. И теперь только сами избиратели должны были сказать, кому они верят больше, с кем же им идти по пути. Избавившись от скомпрометированного руководства и от балласта попутчиков, партия социалистов представляет собой значительную мощь. Чтобы бросить ей вызов, нужна такая же сила. И оппозиция сделала умелый тактический ход, объединив самые влиятельные партии в единый союз демократических сил. Голубой цвет его знамен говорит о мирных намерениях. Но отчего зашлась полумиллионная толпа в ожесточении ярости? Почему с трибуны последнего предвыборного митинга летят из устараторов слова «долой убить»? Эта злоба вызвана накопленным недовольством, разочарованием. Злоба направлена против социалистических идей, а убийцами названы носители этих идей. Чтобы как-то сместить открытое подстрекательство к мести и расправе, по окончании митинга над колоннами с голубыми флагами звучала молитва. Западная пресса заранее ликовала. Наконец-то Болгария получила возможность идти своим путем, а не следовать в направлении, указанном Москвой и Марксом. Страна как бы раскололась над в лагеря. Красных и Синих. Два последних митинга социалистов и оппозиции не только расставили все на свои места в политических платформах, но и наводили избирателей на определенные размышления. Бросалось в глаза, что в толпе, пришедших послушать красных, большинство составляли люди среднего и пожилого возраста. Жизнь многих ветеранов связана с партией коммунистов, ее успехами и ошибками. От их имени совершались злые, неприглядные дела, но ведь их мнение никто не спрашивал. На них лежит тяжелое бремя ответственности, и большинству молодых, наверное, поэтому полеглянулся в синий цвет. Трудно, видимо, марксистко-ленинской партии сразу отказаться от прежних священных ритуалов. Вы видите, многие выступающие старательно читают свои речи по бумажке, будь то представитель рабочего класса, интеллигенции или студенчества. Не обошлось без казенных клятв, без слащавых приветствий пионеров. Все это происходит возле мавзолея. Вопрос о судьбе мавзолея постоянно поднимался болгарской общественностью. Наконец, представители различных политических сил приняли решение о перезахоронении тела первого руководителя народной Болгарии на Центральном Софийском кладбище рядом с могилой его матери. С этим согласен и сын Георгия Димитрова, Бойко Димитров, нынешний министр иностранных дел страны. Оппозиция отлично знает, как приелись болгарам длинные речи и бессмысленные партийные ритуалы. Поэтому оратор у нее только один – признанный лидер Союза демократических сил Желю Желев, встреча с Которым у нас впереди. А для привлечения молодежи вместо уважаемого генерала и известного поэта приглашен популярный американский эстрадный певец. Вроде бы гастролировал по Европе и вдруг случайно оказался в Софии, как раз на митинге оппозиции. К сожалению, показать его на эстраде мы не можем. Заодно просим у телезрителей извинения за лаконичность кадров с митинга Союза. Просто охрана не пускала близко ко всему происходящему телевидение из Москвы. «Мы антикоммунисты», – сказал нам рослый парень. Что ж, мне такое видеть доводилось не раз. Правда, не в Софии. И еще одна любопытная деталь. Несколько известных эстрадных певцов из движения «Артиста за демократию» желая выразить симпатию к оппозиции и подчеркнуть неприятие социализма, пошли на необычный шаг. Они запретили исполнять свои песни на всех мероприятиях, которые проходили при красных полотнищах. Хотя под алыми стягами говорилось о демократических переменах, о национальном единстве, о совместном поиске счастья и благополучия для всех болгар. Зато на митингах оппозиции кумиры эстрады вовсю тешили молодых, готовя юношей и девушек грядущим политическим баталиям. А зрелые политики настраивали толпы на дно. Болгария, по примеру, Польша, Венгрия, ГДР, Чехословакия тихо или громко должна сказать «Прощай социализму». «Прощай социализму». Аз не съм гротен и никога няма да бъдам, аз не съм теклотен и никога няма да бъдам. Аз не съм да рикат и никога няма да бъдам. Аз съм просто човек, аз съм просто човек. Обидам! 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 Обидам твоя лица, обидам светлината. Обидам вашите цели, обидам свободата. И в Азия все не бойко не прежит, аз съм просто човек. Выборы проводились в два этапа, в два воскресных дня июня. Само голосование проходило спокойно по всей стране. С утра к избирательным урнам потянулся длинный поток людей. Каждый непременно хотел участвовать в выборах, где мог спокойно отдать голос за своего, а не навязанного сверху, кандидата. Списки претендентов были длинные. В пестрой цветовой гамме бюллетеней многочисленных партийных группировок можно было запутаться. Однако шесть миллионов болгар разобрались, что к чему, проголосовали по воле сердца. И оправдался главный прогноз, так беспокоивший оппозицию. Болгарская социалистическая партия, в отличие от правивших ранее в Чехословакии, Польше, Венгрии, ГДР партий, осталась у власти, получив абсолютное большинство мест в Великом народном собрании. 208 из 400. Кстати, парламент начал свою работу чуть более недели назад. И от того, что болгарский народ поддержал идею перемен, связывая ее со стабильностью, он не стал посмешищем для Европы, как пророчествовали из рядов синих. Победа? Несомненно, если вспомнить антикоммунистическую предвыборную истерию. Не надо забывать, что на социалистах висел груз ошибок прошлого руководства. Вину им ставился экономический упадок, полупустые магазины, экологические беды, рост дороговизны, бездарности коррупции партийных и правительственных чиновников. Но партия вовремя сделала вывод из урока, преподанного народом. Сейчас БСП находится накануне второго этапа своего обновления. Она должна оправдать полученный ею кредит доверия. Сделать это будет нелегко. Уже хотя бы потому, что над партией постоянно висит до моклов меч раскола. Думается, после выборов она несколько теряет инициативу. Нет новых идей, мало конкретных действий. Оппозиция за былое никакой ответственности не несла. Союз демократических сил добился несомненного достижения, проведя в парламент 144 своих депутатов. Причем за ним осталась убедительная победа в столице. Несомненно, на предстоящих осенью выборах в местные органы власти у оппозиции серьезные шансы на успех. Думается, одной из причин взлета СДС состояла в том, что его лидеры в ходе кампании играли на личности одного всем известного в Болгарии человека, как бы постоянно вызывая его тень. Я имею в виду бывшего руководителя страны Тодора Христова Живкова. Редкий европейский монарх сидел столько на троне, сколько Живков держался у руля партии и государства. Свыше III века. Он произвольно и недальновидно вел государственный корабль под названием «Болгария» и в конце концов прочно посадил его на мель. Своих ближайших советников, людей, чаще всего некомпетентных, а то и вообще полуграмотных, он щедро награждал орденами, резиденциями, квартирами, высокими званиями. Себя и родственников при этом тоже не забывал. А людей принципиальных, талантливых, не желавших слепо копировать вождя, безжалостно снимали со всех постов, дискредитировали, ссылали в глубинку, а то и бросали либо в тюрьму, либо в концлагерь. Недавние разоблачения страшных порядков в Живковском лагере под Ловичем принесли оппозиции многие тысячи лишних голосов избирателей. Живков называл себя другом нашей страны. И мы где-то верили, что именно этот человек олицетворяет собой мысли и чаяния миллионов болгар. А они, которые нас искренне от всего сердца любили, посмеивались над тем, как товарищ Тодор пытался слепо копировать советских руководителей, подлаживался под них. Много лет назад ходил по Болгарии такой анекдот. Узнав, что над Москвой собираются легкие грозовые тучки, Живков в солнечной Софии на всякий случай вытаскивает зонтик. В городке Правец, где находится его родительский дом, сегодня наглухо закрыта калитка. Заросла дорожка к музею, где под портретами Живкова детишек принимали в пионеры. Хозяин этих покоев изолирован от общества. Играет музыка Играет музыка Альманск По делу бывшего генсека и председателя Госсовета, ведется следствие. Он обвиняется в тяжких злоупотреблениях служебным положением, присвоении общественного имущества в особо крупных размерах. Общественность все настойчивее требует открытого судебного процесса над Живковым. На днях из специальной больничной палаты Живков переведен под домашний арест. У него вроде бы плохо с сердцем, с ногами и головой. Да, во многом по вине прошлого руководства сегодня туго приходится всей Болгарии. Рабочим, крестьянам, учителям, врачам, студентам, детям. Уровень промышленного производства продолжает падать. Все чаще дает сбои некогда процветавшее сельское хозяйство, загнанное прежним режимом на обочину экономической дороги. Над 9 миллионами болгар висит огромный внешний долг Западу, почти 11 миллиардов долларов. На глазах пустеют магазины, растут цены. Вчерашний неприглядный день страны сменился сегодняшней неопределенностью. Выборы в парламент помогли выпустить пар из котла политического и социального напряжения, но на все вопросы не ответили. Окончательной тревоги не сняли. Теперь, когда избиратели свой долг выполнили, наступает время партии и депутатов. Что думают о ситуации в стране руководители двух крупнейших политических сил? Нам просто необходимо встретиться с ними, прежде чем отправиться в короткое путешествие по стране. Это здание со звездой на шпиле знает каждый житель Софии. Его называют партийным домом. Долгое время от него веяло чуждой народу власти, и большинство болгар не скрывали своих чувств к тем, кто там работал. Толстые каменные стены наглухо отгораживали высоких партийных чиновников не только от простых смертных, но и от наболевших проблем страны. Казалось, сюда не доходили печаль, тревоги и заботы народа, его беды и страдания. В официальных документах Живковской партии Болгария неизменно выглядела передовым благополучным государством, где все довольны всем. И вся проблема-то состояла только в том, как бы сделать жизнь еще лучше, еще краше. Александр Лилов. Председатель Президиума Высшего партийного совета Болгарской социалистической партии. Через месяц ему исполнится 57 лет. Родился в крестьянской семье, специалист в области болгарского языка и литературы, доктор философии. В партию коммунистов вступил в 1954 году, женат, отец двух детей. Вы прожили в политике большую жизнь. Скажите, вот на вашей памяти страна переживала такую трудную ситуацию, как сегодня. Я считаю, что такой сложной и трудной обстановки в Болгарии не было не только при моем поколении, но и в более ранние периоды. Главная сложность состоит в том, что в Болгарии идет переход от вчерашней авторитарно-командной системы к демократии. Это тяжелый, болезненный период. С другой стороны, в стране на лицо существует политический плюрализм. Появилось много партий. Но у нас нет пока длительных демократических традиций. Нам явно не хватает высокой политической культуры. Все это обостряет обстановку, делает ее напряженной. Несмотря на все это, болгарский народ показал довольно высокую политическую зрелость в ходе первых свободных выборов. На ваш взгляд, какие первоочередные проблемы должна сегодня решать Болгария? Прежде всего, это развитие демократии. Никакой остановки в пути. Оно не должно сбавлять уже набранных темпов. Мы должны создавать демократический парламент, правительство национального согласия, заложить юридическую базу правового государства. Политическая реформа развивается быстро, в правильном направлении. Признаться честно, меня беспокоит отставание экономических преобразований в нашей стране. А обе эти две реформы, политическая и экономическая, должны развиваться параллельно. Без этого из кризиса не выйти. Оппозиция, в общем-то, не является антикоммунистической. И тем не менее, вот мы видели митинг оппозиции, там раздавались крики убийцы. Мы видели лозунги, весь народ против компартии. Вот вас не смущает вот такое настроение определенной части населения? Конечно, меня это беспокоит. Я отдаю себе отчет в том, что оппозиция – политически неоднозначное понятие. Речь идет о коалиции из 16 партий, диапазон платформ которых полярно широк. Там существуют подлинные демократы, которые не выступают против нашей партии. Они содействуют демократическому развитию в стране. Но там есть и правая партия, экстремистские силы, действия которых могут подвести страну к самым тяжелым событиям. Я ни в коем случае не недооцениваю эту ситуацию. Ваша партия объявила курс на реформы, но, видимо, и сама партия тоже будет обновляться. Основное условие победы партии – это ее обновление. И на выборах мы могли победить благодаря начавшемуся процессу обновления. Несмотря на успех, этот курс будет продолжаться, даже еще более интенсивно и глубоко. Без этого партия просто не сможет выполнять свою роль в политической жизни, сегодняшней и будущей Болгарии. Болгарская социалистическая партия и оппозиционный союз демократических сил – два полюса политической жизни страны. Штаб оппозиции находится в столице на улице Раковского, 134. Это очень шумный и неспокойный дом. Здесь все постоянно в движении. Сюда собираются руководители отдельных партий, чтобы согласовать ход действий. Нет отбоя от журналистов, которые берут интервью у представителей разных групп и течений. Интервью, кстати, раздаются направо и налево. С этим проблем нет. Но вот к Желе Желеву, признанному лидеру союза, пробиться трудно. Согласно всем последним опросам общественного мнения, наряду с Александром Лиловым, доктор Желев входит в первую пятерку наиболее популярных среди болгар политических деятелей. И все же вслед за послом Соединенных Штатов Америки и представителями Европейского Совета настает наша очередь. Желю Желев, председатель Координационного Совета СДС. Родился в 1935 году в селе Веселиново. Закончил философский факультет Софийского университета. На протяжении трех десятилетий преследовался режимом Живкова за инакомыслие. Исключен из Компартии. Ему не разрешалось жить и работать в больших городах. Автор запрещавшейся книги под названием фашизм. Сегодня его считают самым левым среди правых и самым правым среди левых. Женат, имеет двух детей. Доктор Желев, ну я знаю, что оппозиция образовалась потому, что нужно решать первоочередные проблемы Болгарии. На ваш взгляд, какие это проблемы? Есть много проблем, которые надо решать. Существуют очень трудные, тяжелые экономические проблемы страны. Страна буквально находится перед разрухой. Уже нам сообщили, что ввели купонную систему, карточную систему на некоторые продукты. Это само по себе достаточно точно указывает на состояние страны. Все это результат сорокалетнего господства коммунистической партии, которая, хотя и сменила свое имя, остается все-таки той же самой партией. Вы считаете, что коммунисты, несмотря на то, что объявили курс реформ, не в состоянии вывести страну из кризиса? Да, я определенно думаю так. Для них главная забота остается у власти любой ценой. Вот раньше Болгария делилась на синих и красных только по футбольному признаку. Но сейчас я вижу с сожалению, с глубоким, что вот эти страсти, это противодействие между красными и синими вышло за пределы стадионов и уже разливается по всей стране. Вас это не пугает? Нет, в определенных рамках это не пугает и не должно пугать никого, так как это необходимый процесс поляризации и высокая политизация нашего общества. Это выражение процесса демократизации страны, пробуждения нашего народа. И, по-моему, все, что уже было сделано по пути демократического развития страны, получилось благодаря этой глубокой популяризации общества. То же самое мы замечаем во всех остальных восточноевропейских странах бывшего социалистического лагеря. Конечно, потенциальные опасности существуют, если это разделение, это противопоставление перейдет в какой-то передел. Но мы, конечно, не будем поддерживать такого накала, никогда такого накала политических страстей, так как это опасно. Для нас очень важно сохранить условия мирного перехода от тоталитаризма к демократии. Ни в коем случае не допустить насилия, террора и так далее. Это было бы новой катастрофой для страны. Там, где необходимо единство и консенсус во имя демократии, в особенности в области экономики, так как экономика все равно одна для народа, для страны, для всех партий. Нет двух экономик в Болгарии и в остальных странах тоже. Конечно, по этим вопросам мы будем искать общую базу, общую основу консенсусоглашения для того, чтобы решать конструктивным образом эти вопросы. Но есть другие сферы политической и социальной жизни, где такого сотрудничества невозможно и вредно для демократического процесса. Представьте себе, что мы, как это нам предлагают коммунисты, простили себе бывшие преступления и обняли друг друга и все пошло так и делично. Тогда не было бы оппозиции. Я думаю, что если бы мы были у власти и имели то доверие народа, которое нам бы позволило создать сильное правительство, мы могли бы гораздо быстрее вывести страну из кризиса, чем коммунисты. И последний вопрос, который не может не волновать наших советских телезрителей. Советский Союз и Болгария всегда имели какие-то особо теплые отношения. И что там скрывать? Очень многих из нас, из советских людей, пугает. Вдруг придет к власти незнакомая, в общем-то, для нас сила. Не повлияет ли это на характер отношений двух стран? Мы тоже боимся, что в Советском Союзе может прийти у власти какая-то неизвестная сила. И это скажется гораздо сильнее на наши отношения, чем те изменения, которые у нас происходят. Это в рамках шутки, конечно. Я думаю, что нет основания для таких опасений. В Болгарии есть традиционное отношение, настроение к русскому народу специально. И это не результат коммунистической системы. Это давно, давным существовало на протяжении, может быть, двух веков. И все эти связи духовные, которые существуют, они не могут исчезнуть в результате каких-то политических перемен внутри нашей страны. Кроме того, общие изменения, которые происходят и у нас, и у вас, я думаю, что как бы они не различались, они идут в одном и том же направлении. То, что происходит в Советском Союзе, хотя оно происходит более мучительно, более трудно. Это тоже процесс демократизации. Мы приветствуем этот процесс. Мы видим свой союзник, естественный союзник в нашей борьбе за демократию. Спасибо, доктор Желев. Спасибо. Нет, за что. Доктор Желю Желев не просто любезно принял нашу группу, но и разговаривал по-русски, хотя у нас был переводчик. Как для многих болгар, для него это вполне естественно. Русский язык на болгарской земле. Монументы царю-освободителю Александру Второму. Внушительные памятники русским воинам прошлого века и советским солдатам-освободителям, нашим дедам и отцам. Антирусская политика в Болгарии всегда терпела крах, независимо от того, какое правительство находилось у власти. Русский народ, своего старшего брата, здесь издавна уважительно называют дедом Иваном. Русский бульвар, проспекты, названные в честь царских генералов и дипломатов, улицы Пушкина и Гоголя, улица Волги, площадь Ленина, магистрали, носящие имена советских полководцев. Правда, в последнее время кто-то упорно сеет слухи о том, что скоро все эти даблички снимут и заменят новыми, только с болгарскими фамилиями. Другие утверждают, что святая память о прошлом, XIX веке освобождения, навсегда будет жить в болгарском сердце. Так что быть и дальше улицам графа Игнатьева и князя Дандукова, а вот, например, маршалов Толбухина и Березова, новая Болгария не помнит, не знает, так что... Свою вторую на войне пулю мой отец, старший сержант-связист, получил на этой земле. В письмах домой он писал, сколько его друзей навсегда остались здесь. Наверняка были среди них и парни с распространенным русским именем Алексей. Памятник Алёше под Пловдевом стал таким же символом дружбы и братства, как и старый монумент на Шибке, где русское воинство сражалось за освобождение Болгарии от турецкого ига. Много Алёш, Миш, Саш, Володей полегли в этих местах, сражаясь с фашистами. И вот в Болгарии наших дней кто-то из журналистов называет памятник Алёше нежеланным каменным гостем. Тут же какой-то специалист подсчитал, сколько взрывчатки потребуется для уничтожения памятника. Ясно, что заговор ведётся не только против одного монумента. Кто-то пытается подложить динамит под сам фундамент советско-болгарской дружбы. На улицах Пловдева, когда я заводил об этом речь, жители отвечали однозначно. Горстке провокаторов никто не позволит совершить кощунство. Алёша стоял и будет стоять как прежде. Великая дружба выдержит испытания на прочность. Во многом это зависит от юного поколения, ровесников того Алёши. Оно растёт и формируется в сложное время. Ему крайне трудно ориентироваться в сегодняшней политической обстановке среди накала острой борьбы. Здесь очень важно не таить обиды на прошлое, не заниматься поиском врагов, ибо это может привести к расколу общества, что нанесёт стране новый непоправимый урон. В том же доме на улице Раковского в Софии, где мы встречались с Желю Желевым, у нас произошло несколько встреч с несколькими его молодыми последователями. Организационно они вроде бы с союзом демократических сил не связаны, но всей душой с оппозицией. То, что у зрелых политиков на уме, у молодых на языке, особенно, когда речь идёт о коммунистах. Эмил Кашбуков. До недавнего времени председатель Федерации независимых студентов. 25 лет. Изучал английскую филологию в Софийском университете. Читал книги запрещенных в Болгарии учёных и писателей, в том числе Суженицева. За это почти 4 года отсидел в Живковской тюрьме. Сейчас продолжает образование, холост, родители, пенсионеры. Что привлекает в оппозиции молодёжь болгарскую? По официальным данным, две трети болгарских юношей и девушек поддерживают оппозицию. Как и подобает молодым, мы настроены радикально. С коммунистами нам не по пути, потому что ничего хорошего народу они принести не могут. Социалистическая партия теряет свой авторитет. За ней идут старики, на которых лежит груз преступлений, грехов и ошибок. Молодые не испачкали себе руки в прошлые годы. Советский Союз даже в времён перестройки теряет свою привлекательность. Коммунистический путь – это путь в отсталость, скуку, казёнщину. Нам не найти общего языка с прошлым поколением. Молодым по душе западный строй, западный образ жизни. Мы сейчас видим, как в отдельных странах Восточной Европы люди, которые вчера ещё сидели в тюрьме, становятся министрами, даже президентами. Где вы видите своё место в политике Болгарии в будущем? Пока я не думаю об этом. Мне нужно завершить образование. Я даже отказался от поста лидера студенческой федерации и помогал оппозиции просто по долгу совести. Войти в политику. Видите ли, я хороший тактик, но не важный стратег. Сейчас главная учёба. Впрочем, только будущее покажет, стану ли я политиком или министром. А это будущие студенты. Значит, будущие педагоги, инженеры, филологи, врачи, а может быть и министры, и политические деятели. А почему бы и нет? Ведь они учатся в одной из самых престижных гимназий Софии. Они любят свою страну, свой город. Они уличены литературой и современной музыкой. Правда, слушая по телевидению эстрадные песни, они отлично понимают, что жизнь на экране, образ рекламной Болгарии для туристов, разительно отличается от жизни реальной, жизни повседневной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Изключи си пушоните, поне за ден. А-а-а! Изключи телефоните, поне за ден. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Но вернемся в уютное издание гимназии по изучению древних языков и литературы. Как ни странно, политические страсти, захлестнувшие улицу, не сказались на атмосфере этого заведения, который уже неделю отказываются заниматься софийские студенты, а здесь все from the力. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь непросто изучают. Эти предметы боготворят и педагоги, и ученики. Хотя, конечно, работать с молодыми становится все труднее и труднее. С этого мы начинаем разговор в кабинете Гергины Ивановой, директора гимназии. Трудно стало работать с учениками? Да. Вы правы, работать сегодня непросто. Ибо политические страсти перешагнули порог гимназии. Это естественно. Школа волей-неволей через семью улицу отражает все стороны жизни общества, и светлые, и мрачные. Старшеклассников волнует, что происходит у них в стране. Ведь речь идет об их будущей судьбе. Политика захватила и педагогов. Казалось бы, все это должно отвлекать от занятий, мешать учебному процессу. Однако все развивается нормально. У нас до конфликтов не доходит. Учителя и ученики нашли общий язык. Ну а всеобщий интерес к событиям в стране естественен. Ведь мы воспитываем будущих болгарских граждан. За дверью классов я слышал русскую речь. Шли уроки. Значит, здесь не посчитали изучение русского языка ошибкой, как это было недавно признано в Венгрии, Чехословакии, на Кубе. Я не могу говорить от имени всех болгар, выскажу свое личное умение. По-моему, русский язык давно нашел в моей стране свое достойное место – в быту, культуре, науке. По традиции, мировая культура проникала в Болгарию через русский язык, русскую литературу. Да, раздаются порой голоса, а нужно ли в таком объеме изучать русский? Нужно, отвечу я. Это в наших обычаях. Соответственно, потребности нужно браться за английский, немецкий, французский, итальянский. Но русский язык до сих пор в нашей гимназии остается главной потребностью. Без знания этого языка просто невозможно представить себе болгарского интеллигента. Пока я был в гимназии, пока сидел на уроках, беседовал с преподавателями, у меня на языке постоянно вертелся один проклятый вопрос. Он вполне уместен у нас, но за границей задавать-то такой стыдно. И все же решился, спросил у директора. У нас, мол, в такую престижную гимназию поместить своих чат, поспешил бы министр, чиновник, директор мебельного магазина. А как у вас? Не трудно ли вам? Когда гимназия только-только была открыта, было решено, что лишь сама она отбирает себе учеников. Никаких высоких звонков, никаких посторонних ходатайств, никаких влиятельных посредников. Все было за 13 лет, но от этого правила мы ни разу не отступали. Дети поступают сюда согласно предельно честному конкурсному отбору. Теперь отвечу на ваш вопрос. Мне и сегодня очень трудно. По этой причине я потеряла много хороших друзей и знакомых. Тяжелое экономическое наследие оставил Болгарии прежний режим. В стране сокращается объем производства. Сказалось, неумелое руководство, бесконечные реорганизации, создание множества нерентабельных предприятий, устаревшая технология. Замаячила тень безработицы. Одно из направлений новой хозяйственной реформы – существование на конкурентной основе различных видов собственности. Государственной, кооперативной, частной, смешанной. Они будут действовать на равных перед законом. Несмотря на кризисные явления, по мнению специалистов, болгарская экономика сохраняет свои жизненные силы. Поможет здесь и переход к регулируемому рынку, хотя действовать здесь нужно с предельной осторожностью. Нельзя кусочки капитализма пересаживать в тело социалистической экономики, мозг которой работает слабо. Так образно выразился один западный эксперт. Он, и с ним, в общем-то, согласны многие болгарские коллеги, советует делать упор на развитие сельского хозяйства, легкой промышленности, сферы услуг, туризма. Но при этом нельзя забывать и рентабельные, оправдавшие себя отрасли тяжелой индустрии. Софийский завод электродвигателей. Некогда процветавшее предприятие переживает сложные времена. Но коллектив надеется, что все трудности приходящие. Как и на других заводах, здесь уповают на западные кредиты, на западную технологию, на экспортные валютные поставки, в частности, в Англию и Швейцарию. Хотя традиционные связи с Советским Союзом, поставляющим ценное сырье и покупающим основную продукцию, будут развиваться и дальше. За последние месяцы многое изменилось на предприятии. Оно по-другому живет, трудится, по-иному осуществляется руководство. По общему мнению, никак не отразилось на производстве в худшую сторону исчезновение освобожденного секретаря порткома. Наоборот, отпала необходимость за счет коллектива содержать штат лишних людей. Освободились просторные кабинеты. Для других целей используется теперь и зал заседаний, где еще недавно партийный вожак призывал бороться за производительность труда, за высокое качество, за трудовую дисциплину. И без громких речей всем все ясно. Будут плохо работать, завод придется закрывать. Я сам выступал по национальному телевидению за то, чтобы не было на предприятии партийного функционера, говорит оператор-программист Николай Манолов, член БСП. Политическая работа должна вестись за заводскими воротами. Действительно, можно себе представить, что бы здесь происходило при нынешней болгарской многопартийности и непримиримости. Сводили бы старые счеты, выясняли, чья партия настойчивее отстаивает рабочие интересы, боролись бы за командные посты, недоработы было бы. Попутно замечу, что соцпартия выбила свои организации не только с предприятий, но и из государственных учреждений, из армии и органов МВД. Однако, с другой стороны, мне где-то жаль Николая, который теперь превратился в законсервированного коммуниста, как выражаются сегодня сами болгарские товарищи. Отныне он должен вести партийную работу по месту жительства. А там, в болгарском ЖЭКе или ДЭЗе, еще нужно найти общий язык с пенсионерами, домашними хозяйками, отставными военными, с людьми других профессий и интересов. Что и говорить, это животрепещущие проблемы. И все же даже в таких условиях партии удалось сохранить и даже увеличить несколько своей ряды. Это прямой результат радикальной внутренней перестройки. Наша группа готовится к поездке по стране. На время мы покидаем Софию, которая продолжает кипеть, бурлить, ликовать и возмущаться. Одни приветствуют результаты парламентских выборов, считая их честными и справедливыми. Это, кстати, признали и высокие зарубежные наблюдатели. Другие на каждом углу кричат о нарушении законов, о манипуляциях и подтасовках, якобы совершенных на избирательных участках, социалистами. И уже какие-то группы созывают митинги, устраивают сбор подписей, блокируют центральные улицы Софии, не проехать, не пройти. Забаррикадировались на некоторых факультетах знак протеста и студенты Софийского университета. Они тоже недовольны результатами голосования. Сорвана учебная сессия и вступительные экзамены абитуриентов. Эти, по существу, антизаконные выходки молодых очень мешают стране, накаляют и без того напряженную атмосферу. Вот она, незрелость жизненная, незрелость политическая. Впрочем, порой создается впечатление, будто эти действия направляет некая умелая рука. Сценарий происходящего говорит о том, что кто-то никак не хочет отбросить партийные амбиции, задуматься о единстве и согласии в стране, начать национальный диалог. Обстановка противостояний, полемики, выяснение отношений характерно не только для студенческих аудиторий. Возле собора Александра Невского разбил палатку и объявил голодовку сельский священник Крыщо Малинов. Когда мы с ним познакомились, он голодал уже 16-й день. Верующие и атеисты выражали ему поддержку. Так уж принято повсюду. Униженному, оскорбленному, наше сочувствие. Как вы себя чувствуете? Как ваше здоровье? Стыдно мне быть здесь, сказал мне отец Крыща. Позорно на всеобщее обозрение выставлять наши внутрицерковные проблемы. Но сил моих больше нет, да простят меня прихожане, терпеть произвол митрополита. Если сегодня вся Болгария борется за восстановление справедливости и равноправия, почему церковь должна оставаться в стороне. Ведь у нас тоже свои проблемы накопились. Ну что ж, как говорится, бог тебе в помощь, отче. Ну а нам пора в путь. Бьется под колесами машины гладкая дорога. Хорошие автострады в Болгарии ничего не скажешь. Прекрасные шоссе ведут из области в район, из района в село, из села, к каждому дому, к каждой ферме. И вовсе не для того проложены дороги, чтобы пустить пыль в глаза иностранцам, чтобы удобно каталось с зарубежным туристом от столицы к морю. Так могут говорить только те, что в 45 прожитых после революции годах ищут лишь плохое, унылое, вздорное. В 1944 году в стране было всего 9 километров путей с асфальтовым покрытием. Так что строились дороги для развития всей страны, для нужд каждого болгарина, селянина и горожанина. Но вот что действительно навевает уныние, так это индустриальные пейзажи, что мелькают по обе стороны дороги, даже вдали от больших городов. Все чаще на фоне лесов и долин мелькают длинные, чадящие трубы всевозможных заводов и комбинатов. Ну кому могло прийти в голову отдать под застройку плодороднейшие земли, которые сегодня кормили бы миллионы европейцев? Нет теперь здесь ни хлебных полей, ни виноградных плантаций, ни безмерных овощных гряд. Индустриальные гиганты чаще приносят больше вреда, чем пользы. Они выбрасывают в воздух цементную пыль, хлорные осадки, отходы цинка-свинцового производства. Гибнет окружающая природа, непоправимый ущерб наносится здоровью людей. 44% территории страны подверглась загрязнению или эрозии. Раньше вся эта позорная статистика тщательно скрывалась, утаивались реальные размеры бедствия. Сегодня же стало известно, что около третье население проживает в районах с тяжелой экологической обстановкой. 6% потерянных земель уже никогда не освоят заново. И вот еще наблюдение. Что не вредное производство, то словно в издевку оно названо либо в честь одного из съездов бывшей Компартии, либо в честь болгаро-советской дружбы. Что это? Наивность? Злой умысел? Во всяком случае, общественность требует закрытия особо грязных комбинатов, улучшения жизненной среды населения. А дорога бьется все дальше и дальше. Скоро все реже стали попадаться промышленно-индустриальные монстры. Наконец-то можно открыть окно машины и вдохнуть целебный воздух Болгарии, наполненный ароматом трав и садов. Мелькнуло за окном нарядное село и сразу подумалось о том, как мы раньше представляли сельскую жизнь Болгарии, ее крестьянству. Социалистическая утопия создавалась и при помощи услужливого фольклора. Чем красивее и нереальнее, тем больше по душе были эти сцены бывшему руководству страны. И за рубежом наслаждался очередной миф о земном рае, что можно своими глазами увидеть, если посетить социалистическую Болгарию. Действительно красиво. И танцоры нисколько не виноваты в том, что невольно помогали старому режиму приукрашивать действительность. Ведь как это было удобно для лакировщиков? Запустить село, пустить под откос сельскохозяйственное производство с помощью чиновничьих агропромышленных комплексов и распевать о радостном труде земледельцев. Выгнать крестьян из села, обезземелить их, разгромить некогда эффективные кооперативы и тиражировать видеопленки с танцами вольных землепашцев. ПОДПИШИСЬ! 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 Вот свежий пример из нынешней реальной жизни. В этом году в стране выдался чудесный урожай черешни. До черноты спелые ягоды так и просятся в коробку. Спрос большой на внутреннем рынке. У нас в Советском Союзе этих ягод так не хватает. И Запад предлагает хорошую цену, но убирать некому. Хорошо, что возле Казанлыка появилось несколько цыганских таборов. И все, включая стариков и детей, работают споро. Заказ Бельгии должен быть выполнен. А дальше? Много черешни уйдет в землю, сетуют люди. Беспокоит деревню и судьба другого, главного урожая. Хлеб нынче уродился хороший, порядка 6 миллионов тонн. А вот убирать зерно нечем, не хватает техники. К тому же многие организации за политическими страстями просто-напросто забыли о жатве. Не завозить же еще и хлеб в такой ситуации. И без того позор, что Болгария импортирует картофель и фасоль. И тем не менее, несмотря на многие беды и невзгоды, Болгарское село сегодня нередко выглядит крепче, благополучнее, наряднее многих наших селений и деревень. Солидные дома, ухоженные земельные наделы, да и трудятся люди, чаще всего пожилые, много. В поле, саду, огороде, сатары от зари до зари. И еще ухитряются содержать в чистоте не только свой дом, подворье, но и свою улицу. Обратил я внимание и на такую деталь. Виноградный край. Вина в каждом доме пей не хочу, но никто не пьет в будний день. Ни во время работы, ни после нее. В деревне сейчас занято около 20% населения страны. По современным нормам это даже многовато. Но нужна твердая хозяйственная политика, чтобы в качестве налога не отбиралось государством у крестьян 80% продукции. Сегодня в стране обсуждается закон о земле. Все согласны. Землю следует передать тем, кто ее обрабатывает. Да так, чтобы крестьянин не просто чувствовал себя собственником, но и мог свободно доставать технику, семена, удобрения, корма. Чтобы он на пять лет вперед знал, кто и по каким ценам у него будет покупать продукцию. Оппозиция настаивает на том, чтобы особые условия были созданы для частной собственности. Однако, думается, не сказали еще своего последнего слова и кооперативы. Созданные на добровольной основе, они сами будут решать, как им жить, хозяйствовать, торговать. Наше путешествие по сельской Болгарии еще не закончено. Нам предстоит встреча с главными действующими лицами той трагедии, которую журналисты окрестили массовым исходом из страны турецкого меньшинства. Село Сепей, что под городом Кырджали. Еще совсем недавно здесь проживали 80 турецких семей, большинство крестьяне. Они выращивали знаменитый болгарский табак, ароматный, пользующийся спросом на мировом рынке. Но были среди обитателей села и врач, и учитель, и техник по электронному оборудованию. Сегодня Сепей выглядит почти пустым. Нет привычного оживления на улочках. В беспризорных домах не слышно крика детей. Уже никто не соберет поспевшие ягоды, не сорвет распустившиеся цветы. Словно какая-то страшная и неведомая болезнь прошла от двора ко двору, не пощадив никого, ни старых, ни малых. Впрочем, почему же неведомая? Название этой коварной и трудноизлечимой болезни известно давно – национализм. Оттого в Сепей осталось всего четыре семьи из восьмидесяти. Турки давно, еще в конце 14 века, поселились на этих землях. За несколько лет до освобождения страны от османского ига здесь проживало равное количество болгар и мусульман. Потом было несколько потоков эмиграции и насильственной высылки разного масштаба. И все же того, что произошло в середине 80-х годов, до сих пор толком никто объяснить не может. Только все задаются одним вопросом – кому все это было нужно? Ведь турки не требовали даже автономии. Если и до этого им запрещалось говорить на своем языке, петь национальные песни, отмечать праздники, исполнять религиозные обряды, то в 1984-1985 годах из Софии, то ли от самого Живкого, то ли от одного из его близких подручных, пришло указание. С этого момента в Болгарии нет иной национальности, кроме болгар. А коли так, не может быть и никаких мусульманских имен. Немедленно переименовать все турецкое меньшинство на болгарский лад. За отказ, тюрьма или переселение. Это было вопиющее нарушение Конституции, запрещающее разжигание национальной вражды. А мы-то с вами удивлялись, почему вдруг наши знакомые, известные спортсмены и артисты в одночасье стали вдруг именоваться по-иному. Сколько человеческих трагедий и страданий испытали многие десятки тысяч людей. У них отнимали не просто имена и фамилии, язык, национальность. Их публично лишали человеческого достоинства. Будто в насмешку это насильственное переименование официально окрестили возродительным процессом. Это была бомба замедленного действия, которая взорвалась летом прошлого года, когда и начался массовый исход тюркоязычного населения. Из Болгарии в Турцию разом подались 350 тысяч человек, величайшее переселение народа в 20 веке. Это не только накалило общую политическую атмосферу в стране, но и нанесло чувствительный удар по национальной экономике. Ведь уезжали талантливые, трудолюбивые люди, мастера своего дела. Такова была плата за беззаконие и антигуманность. Говорят, действующие лица и свидетели драмы пятилетней давности. Шахтер Бекир Батан, он же Бесир Райчев, и крестьянин Шевкет Нейменов, он же Валерий Полозов. Да, я был просто вынужден покинуть родину. Взять жену, дочку и перейти границу. Теперь работаю шахтером в Турции. Сюда приехал уладить кое-какие финансовые дела. Приехал, наверное, последний раз. Слезы навертываются, когда вижу все до боли знакомое, родное. Но когда вспоминаю произвол милиции, грубое требование офицеров сменить имя под угрозой побоев и тюрьмы, когда вспомню, как дома тайком, чтобы никто не слышал, говорили по-турецки, то не жалею о том, что уехал отсюда. А я жду результатов выборов. Если победят коммунисты, то немедленно уеду в Турцию. Я не верю, что коммунисты могут перемениться. Да, сейчас нашим людям суд начал возвращать старые имена. Но кто нам вернет утраченные достоинства? Мне 35 лет. Каких только профессий у меня нет. Так что в Турции безработицы, неустроенности не боюсь. В конце концов, там уже родители, старший, брат. Хотя очень жаль покидать эту прекрасную землю. С нами обращались как с врагами, как с людьми второго сорта. Обыски, угрозы, побои в милиции. Чтобы из села в город уехать, требовалось специальное разрешение. Издевались не только над живыми, оскверняли могилы предков, стирая с каменных надгробий турецкие имена. Я знаю, что болгары, наши соседи, хорошие, отзывчивые люди. Они не виноваты в преступлениях режима. Я оставляю здесь хороших друзей, желаю им новой, счастливой жизни, но сам уезжаю. Уезжаю навсегда, со слезами на глазах. К нашей беседе долго прислушивался симпатичный молодой человек. Он колебался некоторое время, но потом подошел и попросил дать ему возможность рассказать о своей судьбе советским телезрителям. Вот еще одна исповедь болгарского турка, инженера Юмита Джинева, он же Юлий Динев. В 84-м году, в 84-м, 85-м году началась такая кампания для... С именами, с нашими именами. Меня звали Юмит. Теперь еще я не успел возвернуть старое имя. Теперь еще я Юлий называюсь. Это кто придумал новые имена? Вы сами выбирали или, так сказать, начальство районное придумало? Это была различная книга такая, где были имена. И мы были принуждены выбирать из этих именов, потому что, если самые мы придумали имена, они могут быть различные, близкие к турецким именам. И поэтому, что не будь какая-нибудь ошибка, мы были принуждены выбирать из этих именов, которые нас показали в этих списках. Ну, болгары, вот население местное, они не одобряли, наверное, этих действий правительства? Это верно, это верно, не одобряли. Но очень интересно получилось в том году, в 89-м году, в декабре, когда принялось решение возвращения имена турецкого населения. мы, я тоже очень очудились этого, как можно, это то самое население, которое негодовало вместе с нами. Теперь тоже негодовало о том, что мы получаем имена. И вы знаете о январских событиях, которые, митинги, которые были здесь. Получились митинги, контр-митинги, и молотенство турецкое, и не говорю, а все болгарское население. Только одна часть из этого населения показала большая враждебность. Скажите, вот что вас теперь ждет? У вас семья какая? Я не женат. У меня родители уехали семь месяцев тому назад, прежде 10 ноября. Я думаю, что они, если были здесь после 10 ноября, не остались здесь. Я так думаю. В любом случае, я желаю вам успехов. Благодарю. Спасибо. Что ни говори, все болгарские дороги ведут к городу Габрово, столице болгарского юмора. Говорят, именно отсюда расходятся самые смешные шутки, самые злые анекдоты. Естественно, наша группа никак не могла избежать встречи с Габрово. Подъезжая к центру города, вспоминали старые байки. Ну, например, на тему о бесплатной медицине. Рассказывают, Габровец встретил на улице знакомого врача и, желая получить совет за даром, спросил. Доктор, а что ты делаешь, когда простынешь? Чихаю, ответил врач, который тоже был родом из Габрово. А вот еще один. Вы знаете, на чем сломали себе голову резиденты американского ЦРУ в Софии? За десятилетия они так и не смогли разгадать одного болгарского государственного секрета, а именно, чем занимался все эти годы димитровский комсомол. Но вот мы уже у дома юмора и сатиры, единственного в мире учреждения подобного рода. Как и положено, его открытие было приурочено к первому апреля. Случилось это 16 лет назад и с тех пор едут и едут всегда посетители. У входа их встречает герой болгарских сказок хитрый Петр. Здесь можно увидеть туристов из разных стран. Но ведь и многие авторы многочисленных смешных книг, картин, скульптур, поделок тоже живут далеко за пределами Болгарии, в том числе в нашей стране. Юмор сближает людей. Недаром в Габрове родился прекрасный девиз «Мир уцелел только потому, что научился смеяться». Юмор, шутка, соленый анекдот и сегодня в ходу у болгар. Острое слово выручает трудную минуту. Его нередко пускали в ход во время предвыборной кампании многие соискатели на депутатские места. Тем более, что смеяться, порой сквозь слезы, было и есть над чем. Громкие призывы к счастью на фоне нехваток и очередей. Дряхлые руководители, твердившие о молодости страны. Рассуждение о свободе слова и затыкании ртов инакомыслящим. Все это служило постоянным материалом для горьких анекдотов и печальных шуток. все рассказы о габровцах, о каком-то особым присущем им чувстве юмора, явно преувеличены. так же, как и байки об их жадности и скопидомстве. В жизни даже эта черта, склонность к накопительству, у них выглядит очень симпатичной. Вот подлинная история, относящаяся к началу века. Жил в Габрове старик, который не любил расставаться с деньгами. Даже внукам на конфеты отсчитывал неохотно. Но когда он умер, то семье огласили завещание. Все накопленные 40 тысяч левов он распорядился отдать на постройку народного клуба с библиотекой, с условием, чтобы туда непременно ходили за книгами его внуки. Вот вам и габровец. Ну и последнее. Вот сейчас Болгария переживает трудные времена. Не исчезло ли у Болгар чувство юмора вот с тем, что все-таки ситуация сложная в стране? Сейчас у нас крайне остро переживают все происходящее в стране. Но до глубокого осмысления сути явлений дело пока не дошло. Когда страсти немного успокоятся и нам удастся одолеть трудности переходного периода, тогда и анекдоты пойдут. Можете не сомневаться и приписывать их, как всегда, будут габровцам. А пока речь идет о выживании Болгарии, о ее судьбе, людям не до смеха. в този труден момент в неговата история. Вангелие хиста во девойче, не вангелие хиста во девойче, да искале гърки вангелия, да искале гърки вангелия. Вангелие хиста во девойче, да искале гърки вангелия, да искале гърки вангелия. Вангелие хиста во девойче, да искален гърки вангелия, да искале гърки вангелия. Субтитры подогнал «Симон» И снова София. Она, как обычно, красива и многолитна. После реконструкции еще наряднее стал бульвар Витоши. Отсюда теперь выселены всевозможные учреждения и конторы. Зато справили новоселье магазины, торгующие хорошим товаром, и кафе, где вас в любой час отлично обслужат. Ну а домашние хозяйки клянят цены, овощи и фрукты предпочитают брать на базаре. Ведь в магазинах выбор хотя и немного лучше, чем, скажем, в Москве или Ленинграде, но качество все же не то. Да и в томительных очередях настоишься. В самом центре по-прежнему бунтуют студенты. Снова и снова, оспаривая результаты голосования, они наотрез отказываются заниматься. Их поддерживает часть преподавателей и родителей. Мол, молодому, непредубежденному глазу заметнее пороки общества. Так в политические реалии страны вошел новый термин – оккупационная стачка. От стачек, митингов, шествий, голодовок, акций гражданского неповиновения, от баррикад на улицах и блокад центральных магистралей столичные жители заметно устали. Но что делать? Видимо, кое-каким силам порядок не по душе. Они умышленно разжигают стычки и конфликты. От этой неопределенности и суеты пожилые люди предпочитают уединиться в церкви. Молитва за счастье и здоровье семьи, призыв к Богу обуздать страсти, внести в каждый болгарский дом мир и покой. Субтитры создавал DimaTorzok А за столиками уличных кафе традиционно обсуждаются самые последние вести и слухи, обращения политиков, газетные выступления. Люди гадают, сможет ли эффективно работать новый демократический парламент, который они избрали месяц назад. И удастся ли социалистам сформировать коалиционное правительство национального единства. А может это будет кабинет знаменитых экспертов? Любопытно, как поведет себя оппозиция? Поможет взяться за решение трудностей или останется сторонним наблюдателем и критиком? И кто станет новым главой государства? Ведь неожиданная отставка президента Младенова создала новую, более острую ситуацию в Болгарии. Вопросов много, но правильный ответ на них не даст ни Баба Ванга, ни одна другая ясновидящая, которыми ныне так известна Болгария. В конце концов, только сам народ должен решить, как ему дальше жить, как строить свою экономику, чей опыт заимствовать, на чью помощь опираться, каких друзей искать на стороне. В тот важный момент, когда Болгария остановилась на распутье, мы оставляем ее. Солнечную, красивую, сердечную, вроде бы до боли знакомую, и в то же время совсем неузнаваемую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова